Всем привет! Меня зовут Таня, и я рада приветствовать вас на этой новой неделе с новым Славом от Господа. Это пасхальная неделя, поэтому мы верим, что она будет наполнена особенным Божьим присутствием. Итак, давайте перейдем к Писанию. Сегодня Господь дает нам слово из 118-го псалма, с 24-го стиха. Здесь написано «Откровение Твои, утешение Мое, советники Мои». Интересно, что здесь откровение Божье, то есть откровение и Слава Божьего, сравниваются именно с советниками, и говорится о том, что они есть также и утешением. Действительно, откровение Слава Божьего приносит утешение, потому что через них Дух Святой показывает нам приготовленное для нас Богом светлое и чудесное будущее в Его плане. И посреди всего, что происходит в мире, это как свет маяка, поэтому приносит утешение и мир в наше сердце. Мы получаем духовное продвинутое знание того, что Иисус на престоле, что Он наш Господь, что Он Господь всей нашей жизни, поэтому все будет не просто хорошо, но превосходно. Ведь если мы идем за Ним, то Он творит наше будущее, а всякое Его дело – слава и красота, чем говорит нам в Солом 110, 3 стихе. Также Слово имеет в себе силу исполнить само себя, чем говорит нам книга Исаи 55, 11. Поэтому утешение духовное, внутреннее, скоро переходит в утешение явленное, проявленное, перенося изнутри наружу тот мир, который оно принесло в наше сердце. Так что теперь оно делает явным его снаружи. Другими словами, приходит осуществление обетования, а это и есть самое настоящее утешение. Ведь если взять пример веры, самый яркий пример веры в Библии Авраама и Сару, Авраама, что могло быть для бездетных Авраама и Сары утешением? Только сын. Поэтому, когда у Авраама и Сары родился обещанный Исаак, то это и было для них самым настоящим утешением. Вот как утешает Бог, давая нам желание наших сердец. Это Псалом 36, 4. И он делает это через свое слово, через свои обетования. Ведь и Аврааму он сначала дал обетование, то есть он дал слово, чтобы тот мог задействовать веру и получить обещанное. Поэтому слово, откровение приносит утешение, слава Господу. Но в Псалме также сказано, что откровение есть советниками. И если задуматься, то это действительно так. Даже более того, откровения Божьи являются единственными советниками, вероятность успеха совета которых равна 100% во всех случаях. Ведь только Бог видит полную картину. Он, только он знает конец от начала. Поэтому со своей высокой позиции он дает нам свое высокое слово, чтобы вести нас. Поэтому откровения Слова Божьего должны быть нашими приоритетными ориентирами, на которые мы бы постоянно равнялись, которыми нам следует все оценивать и проверять. И к которым нам нужно постоянно обращаться за советом в отношении направления движения и принятия решений. Как к светильнику, сияющему в темном месте, чем говорит на обослании Петра. Из этого следует, что когда Господь дает нам откровения, вместе с ним он дает нам и свои советы. И его советы, то есть Божьи советы, которые дают нам через свои откровения, откровения своего слова, являются единственными беспроигрышными. Поэтому откровения даются нам не только для утешения, для принесения Божьего мира в наше сердце и жизнь, хотя это само по себе уже стоящее. Но они также приносят нам советы сверхъестественной мудрости Божьей. Поступания, на основании которой мы можем иметь результаты минимум в 10 раз лучше тех результатов, которые мы имеем безбожные люди в этом мире. И примеры этого мы видим в книге Даниила, в первой главе и двадцатом стихе. Аллилуйя! Так что из откровений нам следует черпать и советы для всех решений в нашей жизни. Ведь только так мы сможем построить здание на камне, то есть выстоять и быть успешными, иметь счастье, благополучие и благословение, которые и приготовил для нас Бог, и соблюсти свой путь в чистоте, и храня себя по Слову Божьему от мирских ловушек князя века сего, о чем нам также говорит в Солом 118, в 9 стихе. Таким образом мы можем сделать вывод, что когда Господь дает нам откровение, Он дает нам больше, чем просто новое видение. Поэтому нам всеми силами нужно стараться использовать весь потенциал данного, веренного нам. Да поможет нам в этом Господь. Отец, мы благодарим Тебя за обилие Твоей милости и благодати во всем том, что Ты нам открываешь и показываешь. Вместе с этим Словом принимаем Твою благодать, чтобы нам быть исполнителем этого Слова, используя весь потенциал того, что Ты веряешь нам по Твоей милости и благодати. Мы благодарим Тебя за утешение и совет, которые приносят нам Твои откровения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...